В эфире четвертого канала программа «7 дней прибужья». Меня зовут Анна Буйкевич, я приветствую жителей Брестского района, а также всех, кому интересна жизнь нашего приграничного края. И вот о чем сегодня в выпуске. Небывал урожай зерновых и успехи в животноводстве. Сельхозпредприятия подводят итоги года. Результаты работы и задачи на 2022-й совещание по идентификации животных. Помнить и не забывать, жертв Холокоста почтили в Брестском районе. Религиозная жизнь прибужья. В Чернавчицах прошел семинар среди специалистов этноконфессиональной сферы. А теперь более подробно. Небывал урожай зерновых культур в минувшем году получил Брестский район. Порядка 102 тысяч тонн зерна при средней урожайности свыше 44 центнеров с гектара. Хорошие результаты в животноводстве. В чем золок успеха, расскажем в нашем первом сюжете на примере открытого акционерного общества Остромечиво. Порядка Имущественный комплекс открытого акционерного общества Медновская птицефабрика. Сейчас это пятый уже производственный участок. В итоге общее поголовье увеличилось до 18 тысяч голов. В том числе молочное стадо составляет 3660 голов. Повышение его продуктивности актуальная задача. Потому как на остромеческих фермах удой свыше 10 тысяч килограмм. На приобретенных 5-6. Так что в среднем получилось 8 тысяч 929 килограмм. Тем не менее получили рекордный вал молока 33 тысячи килограмм. И не только в животноводстве отличились. В принципе по погодным условиям год был нормальным. Это же мы в 21 году получили первый раз 30 тысяч валовый сбор зерна. Сахарные свеклы 23 тысячи тонн получили. И рапса тоже рекордный вал 3200 тонн. Урожай на зернах 50, рапса 30. Ну сахарные свеклы 631. Это довольно нормальные показатели. И под 100% под всеобщественное стадо заготовили собственных кормов. Много работали над новым участком Прилуки. Силостные траншеи там полностью на тех участках заменены. Ферма Прилуки за 21 год тоже закончили. Ну не реконструкции, а такой капитальный ремонт. Заменили доильное оборудование на новое. Ну ждем результата уже. При всем при этом материально-техническая база открытого акционерного общества Остромечива улучшилась. На сегодняшний день за счет собственных средств строится новая молочно-товарная ферма. Потому что на должном уровне поддерживаются мехдворы, фермы, все производственные участки. Потенциал есть. Можно работать. С высокими показателями завершила и год в целом сельскохозяйственная отрасль района. Получены лучшие в области результаты по привесам крупного рогатого скота. Составляющая успеха, основной вижу, конечно, погодный фактор. Потому что, скажем, погодные условия, количество осадков позволило Брестскому району раскрыть свой потенциал земли, который она имеет. И в то же время немало, скажем, было накоплено азотных и минеральных удобрений. То есть практически полную потребность, что позволило также максимально, скажем, нивелировать вот эти вот погодные условия теплой зимы и, скажем, более такого дождливого лета. Также залог любого успеха и грамотный подход к делу в районе стараются все делать на опережение, чтобы не только закрепить результат, но и выйти на новые рубежи. В прошлом году закуплено, скажем, более 30 тракторов. Велось также обновление комбайнов. В основном это отечественного производства, модели GZ-12. Приобретены, скажем, разбрасыватели минеральных удобрений, но в основном акцент был сделан на тракторный парк. В этом году, значит, планируем сохранить темпы производства зерновых культур и даже увеличить их порядка на 1%. Расширены будут немного посевные площади, сахарные свеклы. Ставится задача восполнить потери по производству молока. В этом году ставим себе задачу порядка 103%, то есть с отставанием менее 0,5% прошлого года и, скажем, 2,5% ставимся на тот год. Также повысить качество молока, его сортность. Планируем по итогам прошлого года было менее, скажем, около 70% экстры. В этом году планируем достичь рубежа в 90%. Просковья Якименко, Юрий Печер, Олег Пась, Александр Севицкий, Юрий Плинда, 7 дней прибужья. Итоги работы по идентификации животных и задачи на 2020. Второй год обсудили на совещании в Брестском райисполкоме. О чем конкретно говорили и насколько важна данная тема для производителей сельхозпродукции в следующем материале. Весь жизненный цикл животного можно отследить по его идентификационному коду. Он то же самое, что и паспорт для человека. Теме идентификации и было посвящено совещание в Брестском райисполкоме. Сюда пригласили специалистов, которые ведут эту работу в хозяйствах. Они должны знать все тонкости работы и уметь обращаться с документами, вести строгий учет всех животных, которые есть на содержание в хозяйстве. И это касается не только крупного рогатого скота, поголовья свиней, но и мелких пушистых зверьков и даже рыбы в прудах. В нашем районе все следственные организации районов зарегистрированы в системе АИЦ, в которой ослеживаются животные и все, что с ними проводится, все мероприятия. Сочетание приводится к тому, что возникли вопросы о нововведении в законе, а также будем обсуждать вопросы по соблюдению действующего законодательства, вопросы по инентификации скота, потому что есть немало вопросов в ходе протечения ферм нами, специалистами, специалистами районных структур, которые хотелось бы сейчас обсудить, выработать какие-то меры по их устранению. Особое внимание собравшихся было обращено на алгоритм правильного оформления электронных документов, оформления заявок и учета. Ведь часто для животных необходимо иметь дубликаты идентификационных бирок, а как сделать это правильно, знают пока не все специалисты. В случае каких-то утертисты идентификации, в свое время специалистами в хозяйствах случается заявка дубликатов, для их установления. Юрий Печур, Олег Пась, Владимир Казаков, 7 дней прибужья. В годы войны нацисты убили около 6 миллионов евреев, из них 800 тысяч в Беларуси. Трагедию этого народа мы помним и чтим. 27 января памятные мероприятия прошли по всей стране. В Брестском районе состоялся семинар, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста. В нем приняли участие историки, ветераны, школьники прибужья. Помнить ради общего мирного будущего тема, объединившая и взрослых, и молодое поколение. А в историко-мемориальном музее усадьбы Демцевича была открыта выставка под говорящим названием «Трагедия и правда памяти». Обо всем по порядку в материале Софии Бережной. Участники семинара вспомнили важные события, начиная с первых дней войны, массовое убийство еврейского народа, создание мест принудительного переселения и содержания. Это память целой нации. Мы стараемся не допустить ошибок прошлого, чтобы сохранить мирное будущее. Именно для этого мы сегодня проводим данное мероприятие. И, конечно же, хочу сказать, что я являюсь еще и членом правления общественной организации Брестской районной организации «Белорусский фонд мира». И для Белорусского фонда мира очень важно сохранять историческую память нашего молодого поколения, для того, чтобы они выросли в мирной стране, и для того, чтобы их будущее всегда было мирным. Холокост, он не ставит своей задачей какую-то пропаганду. Он именно ставит своей задачей память о тех людях, о том событии. Во многих уголках Белоруссии можно найти истории, связанные с Холокостом. На территории Прибужья таких историй три. В Чернавчицком гетто убито около 500 человек. В Тамашовском более 500 евреев были умерщвлены в газовых камерах. В Домачевском гетто погибли не менее 3000 человек. Мне загорелось желание узнать что-то новое о своей деревне, о том, что здесь происходило в то время. Информацию я собирал в основном от своего деда и от своей бабушки. Также мне помогла учиться на истории. Мы обязаны знать свою историю и помнить о этих страшных событиях и не забывать делать все, чтобы они не повторились. Трагедии «Правда памяти» экспозиция, открывшаяся в историко-мемориальном музее усадьбы Немцевичей, раскрывает страницы одной из самых страшных трагедий – геноциде белорусского народа. На Прибужской земле в результате карательных операций, уничтоженной фашистами, 34 деревни, убито свыше 700 жителей. В выставочном зале находятся подлинные архивные документы и воспоминания бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и тюрем. Экспонаты представлены прокуратурой района, методическим центром. В прокуратуре Брестского района совместно с Брестским межрайонным отделом Следственного комитета допрошено 30 жителей Брестского района, которые признаны потерпевшими и являются живыми свидетелями событий, происходивших в годы Великой Отечественной войны. Большая часть из них в малолетнем или подростковом возрасте совместно с родителями были принудительно вывезены за пределы Беларуси в концлагеря. В первых разделах экспозиции материалы, отражающие жизнь Брестского района в период оккупации. Есть раздел «Заложники бесчеловечной войны». Выставка дополнена репродукциями картин народного художника Беларуси Михаила Савицкого. Цифры на сердце. Наша святая обязанность, наш патриотический долг – помнить об этом и доносить все эти, скажем, злодеяния до более молодого поколения. И однозначно то, что президентом было принято решение именно провести вот такое масштабное расследование по геноциду. Мы мечтаем жить в мирной стране, чтобы никогда не повторились страшные годы войны, мучения. Если мы будем помнить про геноцид на белорусской земле, то мы сможем сделать все, чтобы такого больше никогда не повторилось. С тех пор прошло почти восемь десятков лет. Многочисленные примеры геноцида – одни из самых страшных страниц истории. В рамках областного обучения специалистов гороисполкомов, которые занимаются вопросами этноконфессиональной сферы, прошел практикум на базе агрогородка Чернавчицы. Участники семинара посетили религиозные объекты этого уголка Прибужского края и обсудили развитие отношений между конфессиями. Подробнее прямо сейчас. Один из старейших памятников белорусского каменного зодчества – Чернавчицкий римско-католический костел Святой Троицы, построенный в 1583 году. Внимание он привлекает сразу, потому неудивительно, что его посетители – не только местные жители. Среди гостей храма и иностранцы, ведь он единственный такого типа на Брещине, да и в целом на территории Беларуси подобных очень мало. Именно этот костел стал первой точкой посещения участниками семинара, специалистами отделов идеологической работы культуры по делам молодежи гороисполкомов Брестской области, курирующих этноконфессиональную сферу. Очень уникальный памятник архитектуры первой категории является изюминкой нашей Брещине. Очень много проезжает экскурсий сюда. Одна цель – служение человеку. Мы стараемся служить тоже людям, людям через свое просвещение, показывая эту историю, которую нам оставили предки. Это наше нематериальное богатство, духовное богатство. После участники семинара посетили еще один уникальный архитектурный объект страны, расположенный в Чернавчицах – церковь Святой Пороскевы Пятницы. Первое упоминание о ней – 1543 год, но возведение уже существующего храма считается 1733. За не одну сотню лет он претерпевал пожары, но его всегда быстро восстанавливали. Богослужения здесь не прекращались даже в советские времена. Приходят 12 деревень всех, Чернавчицая самая большая. Люди любят очень этот храм, потому что в храме беседа с Богом всегда происходит с человеком. И встреча иногда с Богом. Когда человек только первый раз переступает порог храма, он надеется на что? На беседу с Богом, на встречу с Богом. И у него она получается, если он, конечно, желает этого. В заключение участники семинара посетили церковь евангельских христиан-баптистов. Чернавчицах ее построили в 1993 году. На богослужении здесь собирается по несколько десятков верующих. Основной вид деятельности – это проповедь Евангелия, проповедь об Иисусе Христе и духовно-нравственное воспитание верующих людей. Мы понимаем, что освободить от наркотиков, от алкоголя или от каких-то других зависимостей, которые сегодня сильно губят молодых людей – это сложно просто каким-то лечением физическим. Естественно, мы проповедуем им Евангелие, потому что Евангелие может дать новую жизнь. Во время встреч участники семинара обсудили немало религиозных вопросов. Главный итог экскурсии в Чернавчицах – здесь люди разных конфессий. И относятся с уважением друг к другу, ценят свои достопримечательности. Курсы повышения квалификации, конечно, помогают и молодым работникам, молодым специалистам в должности научиться общаться с руководителями разных конфессий, разных религиозных организаций. Я представляю Ивацевический район. В Ивацевическом районе 5 конфессий, 45 религиозных организаций. В Брестском же районе 43 религиозных общины, 28 из них православные. 6 – баптистские, 4 – пятидесятнические, 3 – евангельские по учению апостолов и 2 – римско-католические. Живут мирно, живут во взаимодействии. Со школой взаимодействуют. Директор школы, учителя приглашают на свои какие-то мероприятия. Но что особенно мы обращали внимание в рамках действующего законодательства. Допустим, отец Иоанн нам объяснил, что если и воскресная школа есть, то каждый из детей, посещающих, оба родителя пишут, в соответствии с законодательством, заявление о том, что их дети могут посещать воскресную школу православную, так и, в принципе, и у баптистов, потому что только родители могут определить отношение ребенка к вере. Как отметили участники семинара, такие курсы необходимы. И главное, должен быть мир в душой на земле. Именно об этом и молятся во всех храмах. На этом у меня вся информация. Приятного вам вечера и продуктивной рабочей недели. До встречи в программе «Семь дней прибужья».